Василий Жуковский. Тюльпановое дерево. Однажды жил, не знаю где, богатый и добрый человек. Он был женат и всей душой любил свою жену. Но не было у них детей, и это их сокрушало. И они молились, чтобы Господь благословил их брак, и к Господу молитва их достигла. Был сад кругом их дома, на поляне, Там дерево тюльпановое росло, под этим деревом однажды. Это случилось зимний день, жена сидела и с яблока румяного ножом снимала кожу. Вдруг ей острый нож легонько палец оцарапал. Кровь пурпурной каплею на белый снег упала. Тяжело вздохнув, она подумала, О, если б Бог нам дал дитя румяное, как эта кровь, и белое, как этот чистый снег. И только что она сказала это, в сердце ее как будто что зашевелилось, как будто из него утешный голос. Шепнула ей, будится, пошла в раздумье домой. Проходит месяц, снег растаял. Другой проходит, все в лугах и рощах, зазеленело, третий месяц миновался, цветы покрыли землю, как ковер, пропал четвертый. Все в лесу деревья срослись в один зеленый свод, и птицы в густых ветвях запели голосисто, и с ними весь широкий лес запел. Когда же пятый месяц был в исходе, под дерево тюльпановое она пришла. Оно так сладко, так свежо, благоухало, что ее душа глубокою, неведомой тоскою, была проникнута. Когда шестой свершился месяц, стали наливаться плоды и созревать. Она же стала задумчивей и тише. Наступает седьмой. И часто, часто под своим тюльпанным деревом она одна сидит и плачет. И ее томит предчувствие тяжелое. Настал восьмой. Она в конце его больная, слегла в постель и сказала мужу. В слезах, когда умру, похорони меня под деревом тюльпанным. Месяц девятый кончился. Не родился у нее сынок. Как кровь румяной, белый, как снег, она ж обрадовалась так, что умерла. И муж похоронил ее в саду, под деревом тюльпанным. И горько плакал. Он об ней и целый проплакал год. И начала печаль в нем утихать. И, наконец, утихла совсем. И он женился на другой жене. И скоро с нею прижил дочь. Но не была ничем жена вторая на первую похожа. В дом его не принесла она с собою счастья. Когда она на дочь свою родную смотрела, в ней смеялась а душа. Когда ж глаза на сироту, на сына другой жены, невольно обращала, в ней сердце злилось. Он как будто ей и жить мешал. А хитрый искуситель против него нашептывал сейчасно. Ей злые замыслы в слезах и в горе сиротка рос, и ни одной минуты веселой в доме не было ему. Однажды мать была в своей коморке, и перед ней стоял сундук, открытый с тяжелой, кованой железом кровлей и с острым нутряным замком. Сундук был полон яблок. Тут сказала ей Марлиночка, так называли дочь, дай яблочко, родная мне, возьми, ей отвечала мать, и братцу дай. Прибавила Марлиночка. Сначала нахмурилася мать, но враг лукавый вдруг что-то ей шепнул. Она сказала, Марлиночка, пойди теперь отсюда, обоим вам по яблочку я дам, когда твой брат воротится домой. А из окна уж видела она, что мальчик шел, и чудилось ей, что будто на нее с ним вместе злое шло искушение. Кованый сундук закрыв, она глаза на двери диков уставила, когда же их отворил малютка и вошел ее лицо, белее стало полотна. Поспешно она ему дрожащим и глухим сказала голосом, вынь для себя и для Марлиночки и сундука два яблока. При этом слове ей почудилось, что кто-то подле громко захохотал. А мальчик на нее взглянув, спросил, «Зачем ты на меня так страшно смотришь?» «Выбирай скорее!» Она, поднявши кровлю сундука, ему сказала, ее глаза сверкнули острым блеском. Мальчик робко за яблоком нагнулся головой в сундук. Тут ей лукавый враг шепнул, «Скорей!» И кровлею она тяжелой захлопнула сундук. И голова малютки, как ножом, была железным, отрезана замком и, отскочивши, упала в яблоки. Холодной дрожью злодейку обдало, «Что делать мне?» подумала она, смотря на страшный захлопнутый сундук. И вот она из шкапа шелковый платок достала и голову, отрезанную к шее, приставив, тем платком их обвела так плотно, что приметить ничего не можно было. И потому она перед дверями мертвого на стул, дав в руки яблоко ему и к стенке его спиной придвинув, посадила и, наконец, как будто не была ни в чем, пошла на кухню стряпать. Вдруг Марлиночка в испуге прибежала и шепчет, «Посмотри туда, там братец сидит в дверях на стуле». Он так бел и держит яблоко в руке, но сам не ест. Когда же его я попросила, чтоб дал мне яблоко, не отвечал, ни слова, не взглянул, мне стало страшно. На то сказала мать, поди к нему и попроси в другой раз. Если же он опять ни слова отвечать не будет и на тебя не взглянет, подери его покрепче за ухо. Он спит. Марлиночка пошла и видит. Братец сидит в дверях на стуле, бел, как снег, не шевелится, не глядит и держит. Как прежде, яблоко в руках, но сам его не ест. Марлиночка подходит и говорит, «Дай яблочко мне, братец». Ответа нет. Тут за ухо она тихонько братца дернула и вдруг от плеч его отпала голова и покатилась. С криком прибежала Марлиночка на кухню. Ах, родная, беда, беда, я братца моего убила. Голову оторвала я братцу и бедняжка залилась слезами и кричала криком. Ей сказала мать, «Марлиночка, уж горе не пособить, нам надо б наскорей его прибрать, пока не воротился домой отец. Возьми и отнеси его покуда в сад и спрячь там. Завтра его сама в овраг я брошу. Волки его съедят и косточек никто не сыщет. Перестань же плакать, делай, что я велю». Марлиночка пошла, она широкой белой простынею, обвивши тело, отнесла его, рыдая, в сад. И там его потихонько под деревом тюльпанным положила на свежий дерн, который покрывал могилку матери его. И что же, могилка вдруг раскрылась и тело взяла и снова дерн зазеленел на ней и расцвели на ней цветы и из цветов вдруг выпорхнула птичка и весело запела и взвелась под облака и в облаках пропала. Марлиночка сперва оторопела, потом как будто кто в ее душе печаль заговорил. Ей стало вдруг легко, пошла домой и никому о бывшем с нею не сказала. Скоро пришел домой отец. Не видя сына, спросил он с беспокойством, где он? Мать вся помертвев поспешно отвечала. Ранехонько ушел он со двора и все еще не возвращался. Было уже заполдень, была пора обедать и накрывать на стол хозяйка стала. Марлиночка сидела в уголочку, не шевелясь и молча. День был светлый, ни облачка на небе не бродила и тихо блеск полуденного солнца, лежал на зелени дерев. И было повсюду все спокойно. Той порою спорхнувшая с могилы братца птичка летала, долетала, вот она на кустик села под окошком дома, где золотых дел мастер жил. Она, расправив крылышки, запела громко. Зла мачеха зарезала меня, отец родной не ведает о том, сестрица же, Марлиночка меня, близ матушки родной моей, в саду под деревом тюльпанным погребла. Услышав это, золотых дел мастер в окошко выглянул. Он так пленился прекрасной птичкою, что закричал «Пропой еще раз, милая печушка». «Я даром дважды петь не стану», птичка сказала, «Подари цепочку мне и запою». Услышав это, мастер богатую ей бросил из окна цепочку, правой лапкою схвативши цепочку ту, свою запела песню. Звучней, чем прежде птичка и допевши спорхнула с кустика своей добычей и полетела далее. И скоро на кровле домика, где жил башмачник, спустилась и там опять запела. Зломачиха зарезала меня, отец родной не ведает о том, сестрица же марлиночка меня, близ матери родной моей в саду под деревом тюльпанным погребла. Башмачник в это время у окна шил башмаки. Услышав песню, он работу бросил, выбежал во двор и видит, что сидит на кровле птичка чудесной красоты. Ах, птичка, птичка, сказал башмачник, как же ты прекрасно поешь, нельзя ли еще раз ту же песню пропеть. Я даром дважды не пою, сказала птичка, дай мне пару детских софьяновых башмаков. Башмачник тотчас ей вынес башмаки и левой лапкой их взяв свою опять запела песню звучней, чем прежде. Птичка и, допевши, спорхнула с кровли с новою добычей и полетела далее. И скоро на мельницу, которая стояла над быстрой речкой во глубине прохладной долины, прилетела. Был стук и шум от мельничных колес и с громом в ней молил огромный жернов и в воротах ее рубили двадцать работников дрова. На ветку липы, которая у мельничных ворот росла, спустилась птичка и запела. Зла мачеха зарезала меня. Один работник, то услышав, поднял глаза и перестал рубить дрова. Отец родной не ведает о том, оставили еще работу двое, сестрица же, марлиночка меня, тут пятеро еще, глаза на липу оборотив, работать перестали. Близ матушки родной моей в саду еще тут восемь вслушались в песню, остолбеневши, топоры они на землю бросили и на певицу уставили глаза. Когда ж она умолкла, последняя пропев, под деревом тюльпанным погребла, все двадцать разом кинулись о клипе и закричали «Птичка, птичка, спой нам еще раз песенку твою». На это сказала птичка «Дважды петь не стану, я даром, если же вы этот жернов дадите мне, я запою». «Дадим, дадим». В один все голос закричали с трудом великим общей силой жернов, подняв земли, они его надели на шею птички и она, как будто в жемчужном ожерелье отряхнувшись и крылышки расправивши, запела звучней, чем прежде и, допев, спорхнула зеленой ветви и умчалась быстро. На шее жернов в правой лапке цепь и в левой башмаки и так она на дерево тюльпанное в саду спустилась. Той порой отец сидел перед окном по-прежнему в углу марлиночка, а мать на стол сбирала. «Как мне легко», сказал отец, как светел и тепел майский день, а мне сказала «Жена, так тяжело, так душно, как будто бы сбирается гроза. Марлиночка ж, прижавшись в уголок, не шевелилась, сидела молча и плакала, а птичка той порой на дереве тюльпанном отдохнувшей, полетом тихим к дому полетела, как на душе моей легко». Опять сказал отец, как будто бы кого родного мне увидеть. «Мне ж», сказала жена, «так страшно, все во мне дрожит, и кровь по жилам льется, как огонь». Марлиночка ни слова в уголку сидит, не шевелясь и тихо плачет. Вдруг птичка, к дому подлетев, запела «Зла мачеха!» зарезала меня. Услышав это, мать в оцепенении, зажмурила глаза, заткнула уши, чтоб не видать и не слыхать, но выше, но выше гудела ей, как будто шум грозы. В зажмуренных глазах ее сверкало, как молния, и под смертельное тело ее, как змея холодный, обвивал. Отец родной не ведает о том, «Жена», сказал отец, «Смотри, какая там птичка, как поет, а день так тих, так ясен и такой повсюду запах, что скажешь, вся земля в цветы оделась. Пойду и посмотрю на эту птичку, останься, не ходи», сказала в страхе жена, «Мне чудится, что весь наш дом в огне». Но он пошел, а птичка пела, близ матушки родной моей в саду под деревом тюльпанным погребла. И в этот миг цепочка золотая упала перед ним. «Смотрите», он сказал, «какой подарок дорогой мне птичка бросила». Тут не могла жена от страха устоять на месте и начала как выступление бегать по горнице. Опять запела птичка, зла мачеха зарезала меня, а мачеха бледнела и шептала, «О, если бы на меня упали горы, лишь только этой песни не слыхать». Отец родной не ведает о том, тут повалилась она на землю, как мертвая, как труп окостенелый. Сестрица же Марлиночка меня, Марлиночка, вскочив при этом с места, сказала, «Побегу», «Не даст ли птичка, чего и мне». И, выбежав глазами, она искала птички. Вдруг упали ей в руки башмаки. Она в ладоши от радости захлопала. Мне было до этих пор так грустно, а теперь так стало весело, так живо. «Нет», простонала мать, «Я не могу здесь оставаться, я задохнусь, сердце готово лопнуть», и она вскочила. На голове стояли дыбом, как пламень, волосы, и ей казалось, что все кругом ее валилось. В двери она в безумие кинулась, но только ступила на порог тяжелый жернов, бух, и ее как будто не бывало. На месте же, где казнь над ней свершилась, столбом огонь поднялся из земли. Когда исчез огонь, живой явился там братец, и Марлиночка к нему на шею кинулась. Отец же долго искал жены глазами, но ее он не нашел. Потом все трое сели, усердно Богу помолясь, за стол, но за столом никто не ел, и все молчали, и у всех на сердце было спокойно, как бывает всякий раз, когда оно почувствует живей присутствие невидимого Бога.